Ну что ж, Ариа Ру, мои маленькие любители, покушать. Вы сейчас можете слышать запись моего звука на новый микрофон. И я надеюсь, количество звука вас порадует. Я сейчас планирую заняться полной перестройкой нашего города и посмотрим, что из этого выйдет. Ну не такой же полный, но как минимум сейчас я буду обустраивать город и делать его более направленным на изучение. В плане того, что я буду делать в нем университет для того, чтобы люди могли получать высшее образование и оно было более доступным для всех слоев населения в принципе. Ну вот как я и говорил, я сейчас буду делать так, чтобы наши жители могли получать образование и делать это непосредственно из любой точки нашего маленького города. Мода я не ставил в прошлой серии, поэтому у нас возникают вот такие вот проблемы. Сейчас много где не хватает образованных работников и это связано непосредственно с тем, что у нас недостаток образования по всей окружности. Начальных школ явно не хватает, нужно явно начальную школу ставить. Так, я начал с того, что поменял немножко расположение нашего университета и непосредственно с этим пришлось немножко перестроить наши здесь дороги. Я снес здесь промышленный центр полностью и здесь остались только дома с малой застройкой, да, и здесь остались только высокие дома. Сейчас нужно до конца разместить все клеточки, которые здесь есть. Вдоль дороги я сделал дома с низкой застройкой, чтобы не создавать очень большой трафик. Так, а с университетом я повременил, потому что тут должны быть большие дороги. Его сейчас нужно будет переставлять и дороги здесь менять. Менять дороги надо сейчас на более широкие. Да, я понимаю то, что я очень сейчас много денег трачу на все это. Так, я сделал тут большие дороги сейчас. Это должно было облагородить наш университет. Так, посмотрим сейчас по снабжению, по университетам. Так, университет. У нас, да, доступность есть ко всем. Ой, электричества стало не хватать. Почему? Потому что электричества, в принципе, не хватает. На удивление, почему-то всем. Так, а с водой чем? А с водой тут, в принципе, не доставляет. Хорошо. Ну, сейчас эту проблему решим. Так. Более-менее я разобрался с нашим университетом, как к нему дороги будут делаться. А сейчас нужно заняться непосредственно, пока деньги есть, финансы есть, заняться трафиком в нашем городе, а именно построить здесь автобусное депо и сделать пути сообщения с нашим городом. Я предлагаю сразу ставить автобусное депо на биотопливе. Как я почитал, оно просто безопаснее, нежели обычное депо. Остался вопрос открытым, где же размещать это, непосредственно автобусное депо. Хорошему нужно где-нибудь на отшибе города делать. В принципе, можно вот здесь где-нибудь в промышленном районе. В принципе, вот здесь можно небольшое ответвление сделать. Смотрите, насколько это большое депо у нас. Оно, в принципе, небольшое, поэтому замечательно здесь можно будет сделать ответвление. Замечательно. Так, меняем здесь вот лишь направление движения. Замечательно. Так. И строим здесь депо. Да. Пока вот таким вот образом. Дальше посмотрим. Теперь нужно разместить у нас остановки. Остановки, остановочки, остановочки. С мусором какая-то проблема, я вижу. Мусорные здания какие-то, которые не вывозят. Состояние переработки мусора. Перерабатываться это все не успевает, ты хочешь сказать? А если так? Так, теперь скорость переработки отходов у нас нормальная. Утилизация, так, точнее. И по идее у нас свалки не должны забиваться. Я нашел, где этот параметр находится. И теперь, надеюсь, у нас город не будет погрызать в мусоре. Так, пока пауза. И теперь остается нам проделать непосредственно наши автобусные маршруты. Я хочу в первую очередь сделать маршрут для университета. Только более. Как это все сделать, я вообще не представляю даже. Для реализации мне планов не нужно здесь какую-нибудь дорогу сделать, потому что ехать из этого маленького городка в этот очень проблематично. Ладно, ничего страшного, сейчас еще не придумаем. А, можно будет сделать метро. В принципе, отсюда до суда. И это очень даже будет классно, мне кажется, да. Метро это очень хороший выход из ситуации моей сложившейся. Так, метро я поставлю примерно вот таким вот макаром, да. Так, прежде чем делать метро, я сделал здесь подземный наш переход, чтобы и у наших жителей был доступ в больницу. И, в принципе, не засорялись наши пешеходные переходы, чтобы было более-менее по путям сообщения все нормально. И теперь, вот, наконец-таки, можно размещать здесь линию метро. Только, бля, как это сделать? Ну, давайте вот так вот сделаем, посмотрим, как это будет. То есть, да, люди смогут выходить отсюда, сразу идти на метро. Только оно криво размещено, придется сейчас переделать немножко. Так, я теперь нормально более-менее соединил, чтобы люди из метро могли сойти сразу сюда. Хорошо. Так, нужно еще линии станции метро размещать. Размещать нужно станцию в безопасном порядке где-то в этом районе и в этом. Пожалуй, две станции на весь район мне хватит. Станцию было бы неплохо разместить денег вот здесь вот. Буквально одну штуку. И с рабочими местами. Бля, я не знаю, как тут разместить. Пока не буду здесь размещать, но все же. Они тут будут рано или поздно. Так, теперь в нашем деловом районе размещаем наши линии метро непосредственно. Раз штука, ну и два штука. Деньги кончились, охуеть, не встать. Ребята, мы в дерьме, у нас кончились деньги на все наше дело. Что-то я как-то вот слишком увлекся по этому поводу и сделал, мне кажется, слишком много. Еще одну штуку буквально вот здесь вот разместить, но пока не хочу, не буду. Непосредственно сейчас нужно заняться путями сообщений, как они в дальнейшем будут происходить. Я планировал сделать здесь как минимум два замкнутых круга. То есть вот такой вот длинный он будет. Один. Дальше посмотрим. Но и на дороге подземной тоже нужно много сетфинансов, которых у нас сейчас категорически не хватает. Я думаю, возьму сейчас кредит один. На это все дело. Размещу, а дальше будем думать. Так, вот такая вот, в принципе, у меня линия метрополитена нашего получилась. Теперь осталось мне сделать непосредственно сами общественные пути. Как они будут происходить? Я думаю, сделать два путя, не больше. То есть раз круг и в обратном направлении тоже круг. Так, один круг мы сделали в прямом направлении, теперь в обратном. Все, теперь у нас, по идее, линия метро завершилась. И, по идее, у нас с доступностью общественного транспорта должно быть как-то полегче. Если я все правильно понимаю сейчас... Ой, большой город у нас. Задание завершилось. Замечательно. И у нас, по идее, должна вырасти очень доступность нашего универа. У учеников пока 6%. Это не так много, но обучаются уже тысячи человек. Ладно, это хорошо. Из 4 тысяч. Не так много, ладно. Как хотелось бы. Поток людей очень большой. И востребованность метро очень большая, на самом деле. И вон как много студентов, желающих получить высшее образование, направляется в университет. Это очень замечательно. Мне это очень нравится. Как быстро деньги-то растут. И таким образом мы успеем в ВАМ выплатить кредит. Офигенно. У нас начинают возмущаться недостаточно рабочих. Потому что пробка гигантская. Посмотрите. Пробка какая. А с чем связана эта пробка? То, что здесь вот машины как-то очень странно перестраиваются. Пробка рассосалась сама по себе. Видимо, что-то создавала пробка, какая-то авария. Но теперь пробка сама по себе рассосалась. Вот очень даже хорошо. Но мне не нравится то, что работе это все не хватает. Недостаточно покупателей. Может быть, это из-за того, что у нас большая потребность в жилых зонах? И из-за этого у нас большая потребность... Ой, 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 ой. Говорят, электричества не хватает им. А, ну понятно, почему им электричества не хватает. Так, нужно провести здесь здание с малой застройкой. И здесь вот непосредственно все сделать с большой застройкой нашего населения. Так, тут я пока не знаю, чем застраивать. Я знаю то, что здесь вот и будет малая застройка. Давайте сделаем здесь большую плотность населения пока что. А дальше посмотрим, что из этого будет. Вот этот вот я хочу уголочек специально выделить под всякие культурно-массовые мероприятия. В плане всяких магазинчиков маленьких. И здесь вот тоже сделать высокую плотность застройки. Возле непосредственно библиотеки. Я смотрю, у нас есть потребности по электроэнергии как минимум. По электричеству мы реально проседаем. И по воде. Я смотрю, мы тоже начали проседать. Но скорее всего из-за того, что мы проседаем по электричеству. Но в любом случае мне придется, наверное, ставить здесь вот еще один водосборщик. И водосброс надо будет заставить тоже. Поличите 2 штук, потому что мы, как мы помним, 2 экологических примерно равняется одной отводной. Так, и непосредственно с электричеством проблемы мы решаем, ну как в прошлые разы, ставя вот такие вот электростанции. Еще парочку, и чтобы денег больше не тратить нам. Так, электричество мы вырабатываем замечательно. Так, по электричеству проблем нет. По воде у нас тоже проблем нет. Есть проблемы с зданиями, которые хотят снестись. Почему недостаточно образованных работ? Что за пред? Средняя школа, может быть, тебе нужно построить. В этом может быть какая-то проблема у тебя. Потому что я не совсем понимаю, именно в чем это все вызвано. Я как вижу, начальные школы тоже стали быть востребованы. На удивление мое. Стоять, 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 стоять. Я увидел вот этот значочек. Что это значит? Низкая ценность земли у тебя. Нифига ты наглый. Дядь, а ты не прихерел? Низкая ценность у него земли. Что я теперь тебе сделаю? Я тебя басру, что ли, тут? Радуйся, у тебя низкая стоимость земли. Алло. Что грустить-то? Опять с мусором проблемы. Что с мусором-то опять? Видимо, из-за того, что он слишком далеко, они просто не успевают мусоровозу до суда добраться, и поэтому тут горят с мусором. Да, значки? А в остальное все в порядке, даже на удивление мое. Я неужели построил город, который более-менее не жалуется на все подряд, и у него все хорошо? Правда, по-прежнему большая потребность у нас в жилых зонах и также в коммерческих зонах. Это очень печалит. Наверное, я все-таки куплю вот этот кусочек земли, также вместе с ним вот этот кусочек, чтобы у нас был, во-первых, такой вот квадратик, во-вторых, я давно здесь хотел, очень сильно хотел здесь сделать нормальную развязку. Давайте сейчас ей займемся. Так, дорогу я сделал, замечательно. Теперь осталось разобраться непосредственно с логистикой, с нашей, с нашими въездами и выездами в наш коммерческий район. Как бы мне весь его не пришлось отсюда убирать и не переделать его вовсе, что я очень сильно делать не хочу. Но, видимо, придется его как-то, как минимум, его придется сейчас переоборудовать, потому что въезд и выезд у нас вот они. И его можно было бы перенести вот сюда. Хотя, как его перенести вот сюда, я не представляю пока особо. Ладно, как минимум, нужно сделать, начать делать эту набережную здесь. А, не как мы начнем делать набережную, если у нас путей сообщения здесь нет сначала. Так, я немножечко переделал наш район. Правда, мне пришлось очень много сейчас мест снести, наверное. Я сделал у нас выезд отсюда и заезд, ну уж очень странный, вот такой вот круговой. Насколько это сильно поможет, я не знаю, но факт в том, что я сейчас очень много денег, возможно, просуру, это точно. Хотя, вроде как, с трафиком я проблем особо не наблюдаю, только если в этом месте. И то это все рассосалось очень быстро. У меня есть сейчас возможность заняться непосредственно нашей набережной, которой я так давно хочу заняться. Давайте ей и займусь. Тем не менее, вот такая вот набережная у меня получилась. Небольшое такое озерцо мы оградили. Я вот сейчас сижу и думаю, как лучше мне сделать все эти развязки, но, блин, это просто пипец. Я тут подумал, сидел. Раз уж такая у людей... Ну, иди отсюда. Раз уж у людей такая большая потребность в непосредственно в промышленности, как можно выглядеть... А почему бы не заняться там тем, чем мы хотели, и использовать вот эту железную дорогу по максимуму? Что я хочу сделать? Я хочу сделать у наших жителей путь сообщения с этой железной дорогой и сделать здесь промышленность. Так, чтобы была возможность справления путей по непосредственно железной дороге. Для начала нужно сделать вот эту пристань, а дальше посмотрим. У меня тут есть дорожный пункт взымания платы. Почему бы его тут и не разместить? Мы сделали вот этот вот... Точнее, я сделал вот этот путь односторонней взымания платы, но не учел то, что ему нужна, оказывается, вода и электричество. Думаю, по электричеству сделать вот такую вот станцию. Ветричок здесь поставить. В принципе, он должен решить их употреблением, да. Посмотрим по цене. У нас устанавливается один доллар. Или что это? Одна единица наших денег. Так, а тут тоже одна единица. Так, что я делаю? Вход рубль, выход два. Таким образом, у нас все будут оставаться в нашем городе и не уезжать. Какой я коварный. На самом деле, это все шутки. И, пожалуй, я единичку также по умчанию оставлю. Нам сейчас нужно решать нашу резкую возросшую промышленность, как ни странно. В принципе, была бы неплохой идея сделать здесь лесохозяйство. Как я понимаю, здесь очень плодородные земли для леса. Можно здесь сделать выработку леса. Кто бы что ни говорил, но это приносит очень много прибыли. У нас автобусы же есть, и можно здесь в этом городке маленьком сделать небольшие маршруты автобусные. Почему эти негодяи упорно не хотят как-то поступать в наш универ? Хотя, вроде как, он тысячу людей всего заполняет, хотя у нас в городе 13 тысяч человек. Непонятно. Я предлагаю сделать какую-нибудь круговую дорогу и в обратном направлении тоже. А, в обратном не получится, да? Значит, у нас будет очень односторонний маршрут. Вот здесь в принципе очень хорошо влезет еще один целый город. со своей инфраструктурой и прочим. Но я сейчас хочу напоследок серии заняться нашим лесохозяйством. Для этого нужно туда вывести дорогу. Делать развязочку какую-нибудь вот такого типа. Примерно вот здесь будет наша развязочка. Оп! И теперь я делаю туда шоссейную дорогу. Ну вот, другое делал. Примерно они на одном уровне теперь, да? Да, замечательно. Угу. Теперь осталось самое сложное с развязкой определиться. Как это, блядь, вообще все будет выглядеть. Так, я понял, что... Пока я понял, что это все будет пока у нас без наших путей. Ага, соединили, замечательно. Теперь нужно создать область, промышленную область. Вот, нашел я, где это промышленная зона. Сделаем ее пока вот такой. Дальше будем делать посмотреть. Строим здесь главное здание. Ага, надо как-то это делать по-другому, более по-умному хотя бы что ли. Главное здание строим, замечательно. Теперь делаем лесопосадки. И непосредственно наш... ну да, воду. Зачем воду приводить? Что такое вода, блядь, нахуя на кому нужно, да? Все замечательно. Электричество не провел, ну да. Могу умею, практикую. Ставьте, а тут электричества почему не хватает? У нас приседания по электричеству начались, что ли, ты хочешь сказать? Охренеть. Ладно, придется строить еще ветровые генераторы, наверное. А, ну да, потому что это же зона очень много электричества живет, точно, я и забыл об этом. Так, все, они заработали все, да? Да, вы заработали, замечательно. Недостаточно сырья вам, да? Почему у тебя недостаточно сырья? Потому что тебя его не заводят, скорее всего, да? А стоп, а сюда почему никто не едет-то? Неужели я по дорогам где на косячу? Да нет, я не на косячу где-нибудь по дорогам? О, 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 человек, человек поехал туда. Один. Единственный грузовичок. И уже уехал отсюда. Плохо. Тут так безлюдно. Вроде бы всем нужна была работа. Все говорили, где работа, где работа? Я работу им построил, а сюда никто не едет. Нам нужно осталось 500 человек до следующего города. Давайте достигнем 500 еще человек, и будем закругляться потихонечку. Проблема, между прочим, решилась сама собой. я лишь разместил здесь немножечко промышленных зон малой плотности, и вот здесь разместил парочку, разместил точнее пару зеловых зон с высокой плотностью, и непосредственно у нас сами с собой проблемы решились. Удивление. Нам осталось не менее 300 человек до нового этапа. А грозовой шторм, ну, где-то на отшибе города, поэтому на мне страшно. Пиздец. Че началось-то? гроза, полни, э, че-то разошлась-то? Все, успокаивайся, уходи отсюда, улетай. Разрушайся, гроза, не на шутку, блин. Все побило, все порушило, офигенно. Че приходило, блин, спрашивается? грозор, шторм, ну, где-то на шибер горды, поэтому мне не страшно. Решил все-таки расширяться вот в эту сторону, сделать здесь вот небольшой городок, наподобие такого же, по плану планировки, такому же, как и наш вот этот городок. Такие же маленькие, узкие, уютные улучки. Правда, единственный минус здесь будет, То, что это все на берегу реки Которая очень сильно загрязнена Но я думаю, здесь Будут жить достаточно умные люди, чтобы не додуматься Здесь купаться Так, и строим здесь непосредственно Вот то, что нас требовалось Промышленные районы Оп Замечательно Ой, деловые зоны, прошу прощения Меня просили не называть так Вот, деловые зоны Строимся здесь и думаю Да, они уже начали непосредственно Наши строиться Ну да, ну да, ну да Зачем здесь воду проводить с электричеством Построил здесь Также зону с высокой зоной Коммерции И непосредственно тут надо Размещать жилые домики Которые будут вот здесь на берегу ручушки Как я люблю это делать Так, еще у нас потребность коммерции Также продолжает быть Нужно также ее расшифровнять Я думаю, сделать всю вот эту зону В принципе, под коммерцию Потому что она и строилась изначально Ой, блядь Называю все это коммерция Хотя это давно Деловая зона Я не знаю, почему я так называю Мне просто на самом деле так удобно Хотя я очень неграмотно это делаю Но продолжаю это все делать деловой зоной Чтобы у нас здесь были деловые районы Типа, наподобие как Уолл-стрит в Нью-Йорке Наверное И тут будет вот такие вот здания Типа разработок Которые очень шумят Которые никому не нравятся На самом деле сюда добраться очень легко Будет, если я здесь построю В линию в нейтрон Но это будет в следующей серии Потому что я уже достиг Бластного центра И мне доступны крематории наконец-то Это очень замечательно А я уже заканчиваю эту серию На таком вот очень интересном моменте Но мне было очень приятно с вами играть У микрофона был как всегда Ваш покорный слугам Мумуру Я очень сильно надеюсь Что эта серия вам понравилась И понравилось также изучение моего нового микрофона На этом все Я не прощаюсь как всегда Тубик континует Дорогие друзья